Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что, ну, свою маму вам не переделать. А то, чтобы разделять вас и сестру, у нее есть свои мотивы, свои резоны, если угодно, свои, как бы, принципы и убеждения. И из-за того, что она уже, скорее всего, женщина достаточно пожилая, я думаю, что реальных шансов ее поменять у вас нет. Есть у вас, конечно, возможность трепать себе нервы, есть у вас возможность мучиться, есть у вас возможность, в принципе, просто-напросто стараться изменить то, что, вообще-то говоря, изменить нельзя. Если вы это хотите делать, это ваше право. Пожалуй, никто не в силах вам этого запретит. Но давайте подумаем так. Стоит ли обижаться на вашу маму и имеет ли это смысл какой-то вообще? Если честно, по моему мнению, нет. Почему? Потому что, вообще-то говоря, ваша мама, она такая, какая она есть. И, скорее всего, измениться она уже не сможет. Даже при всем желании, даже если бы очень-очень сильно бы захотела. Это значит, что вам нет смысла, нет резона стараться ее поменять. И стараться ей что-то доказать. Но, как бы что ни было, она все равно ваша мама. И она не перестанет с ею быть в любом случае. Если общение с ней вызывает у вас дискомфорт, злость, боль, раздражение, стресс, то, конечно, перестаньте с ней общаться. Ну, действительно, зачем общаться с тем человеком, который вас, ну, вообще ни во что не ставит, да, не воспринимает и так далее. Поведение ваше логично. Прекращать общение с ней вообще, ну, опять-таки, знаете, это вам решать. Лично я думаю, что, ну, ну, вот от нее, от своей мамы, то есть, вы все равно никуда не денетесь. И полностью общение прекращать смысл не имеет. Да, дистанцироваться от нее, безусловно, стоит. Это однозначно. Но дистанцироваться, дистанция от человека, это, простите, одно. А полностью прекратить общение с ней, это, простите, несколько другое. И вам гораздо более грамотнее будет с ней просто-напросто прервать контакт и не общаться какое-то время. И, рано или поздно, уверен, она поймет, что допустила со своей стороны неправильное поведение. Уверен, она поймет, что была неправа или, по крайней мере, смириться с тем, что у вас есть какая-то позиция по отношению к каким-то ситуациям. И эту позицию она примет для себя. Престанет стремиться, например, как-то вас поменять. Рано или поздно это все равно произойдет и от вас потребуется просто быть в научном месте в нольное время в этот момент. Дальше. Хотите вы полностью от нее дистанцироваться, безусловно, сделайте это, если вы как бы не видите другого выхода, то вариантов нет. Либо вы можете не вступать с ней в ссоры, вы можете не отвечать ей агрессией, которую она на вас проецирует, вы можете игнорировать ее негативные слова, которые она использует против вас, например. Вы можете в каждой концов вести себя более мудро, чем она. Если у вас есть к этому желание, то есть, смотрите, вы можете делать так, как вы сказали, это ваше право, но для сохранения отношений из-за того, что она все равно ваша мама, из-за того, что она уже не изменится, она бы и рада, да не может иметь смысл вспомнить, что вы ее дочь, вы человек нового поколения, однако вы мудрее, вы более развитый, чем она, понимаете вы гораздо больше, чем она, и воспринимать ее как равную себе не стоит, если она постоянно с вами ссорится. Вот, пожалуй, то, что я вам хотел сказать. Как правильно заметила моя коллега, вопрос никакого вы не задали, чего вы ожидаете от наших специалистов, точно непонятно. Поэтому дополните, пожалуйста, свой вопрос, если вы не сделали этого, или по ошибке не дописали его. А мне, пожалуйста, напишите в личку о том, что это сделали, потому что не очень удобно наблюдать за появлением новых дополнений именно к вопросам публичным. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались. Обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделает всего лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.